так всем привет мы в прямом эфире давайте жду вас на привет привет конечно первый блин комом не получилось у меня зайти в не получилось зайти прямой эфир на ю тубе да потому что все таки инстаграм это моё мы уже как дом youtube я пока с ним плохо знакома оказывается там нужно за 24 часа мне никто что-то не подсказал на телефоне как-то я не смогла подключиться может потом не сейчас подскажет уже в следующий раз мы сделаем прямой эфир там ну так как у нас видите так произошло прямой эфир я обещала так что будем здесь тогда сегодня к сожалению вот надо подачать сейчас чуть подождем вы наверное заждались там видите не у всех есть конечно инстаграм и все ждали меня там на ю тубе я кстати специально создавать этот канал хочу поблагодарить всех кто подписался на мой канал он видите пока что я уже несколько дней не сплю все мы его готовили 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 мне помогали но видите произошел такой небольшой сбой на первый блин клад на комом следующий раз мы уже подготовимся получше и да я хочу всех поблагодарить кто поддержал мой канал кто подписался на мой канал кто смотрит смотрит видео ставить лайки я буду продолжать туда делиться с вами проводить прямые эфиры надеюсь следующий прямой эфир будет там вот да я его давно долго не делала хотя у меня просили сделать на ю тубе канал долго не делала потому что я понимала что это как ребенок причем ребенок грудной с которым нужно очень много посвящать времени видите вот сегодня я не смогла провести там прямой эфир хотя хотя мне сегодня все меня собирали давали напутствие мне как будто они собирали мне опять собирали замуж выдавать и столько было поддержки успокаивали все будет хорошо все вы хорошо но вот видите плохо меня собрали подготовили но я на на самом деле сама не протестировала я должна была вчера протестировать на то что подумала что все будет как по маслу пойдет но не тут то было все таки надо разбираться вот что я хочу вам сказать что теперь у меня на том канале я буду проводить прямые эфиры надеюсь и этот канал будет посвящен всему да не только и рисованию и прогулки и путешествия и рассказы про словению рассказы общая общаться да будем там вот почему я сделала этот канал все таки потому что у меня появилось время сейчас стало как-то меньше работы и появилось немного время я поняла поняла что именно настал тот час когда я должна замуж в ходе не тени настал тот час когда я все-таки должна продвигать канал потому что у меня уже кстати многие окошку не тут многие писали что причем ну а люди которым за 80 лет мне тут пишут многие что ой светочка наконец-то мне сделали инстаграма я могу следить за ну за твоей там за вашей жизнью потому что у нас в инстаграме ничего никогда не было страниц и вот ради тебя мне внуки а я на ютубе жду да ну и делали потому что не смогли мы на youtube попасть там видите нужно если с компьютера туда 24 часа нужно делать оповещение что у тебя будет прямой эфир ну так как я сегодня первый раз ну пусть пишут первый раз поэтому так вот получилось следующий раз буду готовиться точно как к замужеству вот и вот мне уже папа пишет в ватсапе почему меня нету я рекламировал рекламировала меня нету потому что не смогла туда подключиться ну ладно я попробую потом сейчас мне поищут как сохранить эфир с инстаграма на youtube там по-моему можно и сохранять как-то отсюда и и сохранять там так но вообще знаете я не публичный человек когда в школе мы учились можно было бы до выбирать на выбор либо ты стихотворение рассказываешь перед классом либо ты пишешь реферат и я конечно же брала реферат чтобы в тихонь и тихонько отсидеться где-то и перед классом для меня это было конечно проблема выйти перед классом рассказать стихотворение поэтому то что сейчас вы меня видите это наверное жизнь меня составила и да и на передачах вы не видели что в первые пару минут у меня колени конечно тряслись но потом как-то ты входишь в это привыкаешь и расслабляешься так сохраните этот эфир после завершения вашу галерею а потом залете на youtube если он сохранится спасибо мы вот у меня звездопад помогает да когда что-то не получается начинаете сразу паника вот кстати хочу еще вас всех поблагодарить за подарки за поздравление с рождеством и вас также я поздравляю тех кто отмечает католическое рождество но на самом деле мне кажется уже и в россии потихоньку вот этот праздник начинает как-то к себе подпускать вот это двадцать пятое число потому что когда смотришь да вот эти все передачи или видишь в новостях как празднуют европейцы вот этих ярмарки красивые с огонечками дети то ну вот это настроение передается все равно это праздничное строение да я не смогла подсоединиться на youtube канал потому что оказывается там нужно за двадцать четыре часа делать оповещение что будет эфир простите меня пожалуйста я видите как-то не думала все легко и просто потому что я привыкла к инстаграму это уже у меня тут моя площадка которую я привыкла к ней я здесь как дома у себя поэтому я не зря конечно на кнопочку сохранить все хорошо попробуем я не зря конечно по нее паниковала переживала вот да и кстати я хотела сказать папу вот по поводу что вы мне хотите сказать судов да сейчас мы чуть-чуть отдыхаем попадая судов потому что там после того суда который определил место жительства андрея должно пройти 30 дней поэтому 30 дней мы немножечко отдыхаем ну так отдыхаем но держим пульс руку на пульсе потому что уже мы не знаем можно ожидать что угодно почему на каникулах вы дома ну как он дома мы ходили на каток ходим сегодня мы ходили всем с детьми на мультик кстати советую вам тоже сходить на этот мультик интересный мультик и очень красиво сделан что переборола себя да на самом деле вот человек когда привык жить в комфорте да человек любит жить в комфорте и то есть он спокойный когда стоит его только из зоны комфорта как-то выпустить или да это он начинает как-то приспосабливаться но сначала я думаю у всех начинает паника а потом человек начинает приспосабливаться все-таки и искать пути пути как-то совершенствоваться развиваться но это на самом деле происходит все автоматически потому что хочешь не хочешь нужно выживать а еще у нас попала вот на этот карантин спасибо карантин ну да я думаю во время карантина это знаете как жизнь разделилась на до и после как это во время войны до до войны и причем это разделена поделилась я думаю коснулась абсолютно вообще всех потому что на самом деле я такая мама строгая мама у которой когда должно у детей все будет так по порядку у них все по расписанию вот а после карантина конечно я думаю все мамы это поймут что дети немножко уже привыкли к другой жизни когда уже можно немножко этот режим убирать и жить не по режиму потому что все таки расслабляешься отвыкаешь да и я думаю все или и взрослые дети да и взрослые дети они пересмотрели свое свое отношение к жизни вот и поэтому да и у нас попал такой период и вообще все навалилось и карантин и вот это все вся ситуация и развод и просто вы знаете в бездну кинули но благодаря вам конечно же я не сдалась кстати по поводу мотивации да вы мне говорите что я вас мотивирую на самом деле это такая мотивация взаимная потому что вы меня тоже мотивируете кто-то мне пишет когда многие мне пишут да вот светлана я благодаря вам научилась стала бегать я понимаю что я уже не могу не бегать то есть если я показываю пример да мотивирую то уже не имею права так же вот видите и вы меня смотивировали создать канал но я надеюсь мы все вместе все таки осилим его потому что на самом деле занимает очень много времени вот эти все видео это да надо все снимать смонтировать и все это красиво в эфир ютуб вот я сегодня планировала видите не получилось у меня но посмотрим еще я пообщаюсь с теми кто выходит в эфиры на самом деле это кажется легко да выйти в эфир поговорил 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 и ушел на самом деле здесь во первых и подготовка тоже еще когда срывается а люди ждут спасибо то начинаешь ну вот видите хорошо мне сегодня подсказали что быстрее выходи в инстаграм беги быстрее в инстаграм конечно я с удовольствием вот и думаю что я вовремя youtube сделала потому что если бы раньше бы конечно я бы не была бы такая раскрепощенная кстати да я еще занималась с логопедом также по онлайн мне написала девочка очень хорошая что ну позанимаемся и мы вот с ней занимались ставили речь если посмотреть конечно мой первый эфир который был после пусть говорят с Леной Жуковой которая тоже борется борется с этими судами постоянно хорошо хорошо попробую сохранить вот то конечно человек все таки чем больше практики тем у него лучше получается надеюсь вам приятно Бельгия приятно со мной в эфирах да хочу еще также поблагодарить за то что не перестали писать Андрею я посмотрела я не захожу особо часто туда вот я посмотрела там уже меньше таких негативных комментариев вот смотрите у нас 428 но наверное там люди ждут на ютубе но я думаю они те кто сюда могут наверное придут так ну можете пока задавать вопросы мне а я также хотела да еще сказать по поводу адвокатов моих да мы с ними а постоянно да они часто выходят также на вопрос ответ отвечать на ваши вопросы кстати это очень хорошо потому что очень много вопросов когда нету ответов и ты ищешь ищешь а здесь хорошо очень когда адвокат да может вам ответить прям на тот вопрос который вас интересует и очень скоро мы сделаем прямой эфир с адвокатом по поводу приставов наших любимых приставов которых вы мне говорите что трясите приставов на самом деле это невозможно их трясти во первых они постоянно меняются вот как у меня да почему у меня алименты перестали платиться потому что сменился оказывается пристав а мы сидели мы тоже обожаем вас мама привет передает моя вам она постоянно смотрит еще с повторами да это хорошо когда можно посмотреть и посмеяться в наше время вот и пристав да сменился и мы сидели ждали 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 мы даже не знали почему нет алиментов вообще мы думали их то или отменили мы думали их отменили и поэтому даже и не дергались оказывается их не отменили а просто все дела передали на работу вот и а когда передается дела на работу то значит ну как директор да уже отвечает за алименты не пристав а директора там потом раз в три месяца должен алименты платильщик отчитаться перед приставами вот и видимо вот за один месяц отчитался то есть очень сложно наладить связь с приставами и потому что у них очень много дел на самом деле тоже так привет из татарстана с наступающим да вас тоже с наступающим вот рекомендую вам сегодня вот мы ходили с детьми на мультик кто не слышал я только что сказала рекомендую вам тоже сходить так вот Диана да Диана вот привет не подсказала мне как на ютуб попасть я не попала сегодня на ютуб потому что оказывается надо за 24 часа туда оповещение подсоединяется народ с ютуба бежит в инстаграм все правильно делаете потому что я вот так и думала что все таки я буду в инстаграме так и чувствовала что здесь мой дом моя крепость все таки ютуб да надо развивать надо изучать хорошо напишу вот и там наверное может тоже даже удобнее чем здесь но так да пойдете все объясню покажу хорошо спасибо Диана так что еще вы хотите спросите что еще хотите узнать спрашивайте с астрологом еще ну вот мы делали недавно эфир с астрологом тоже очень такая позитивная вот так ничего все получится да я думаю мы справимся все вместе мы разовьем канал наш все вместе сегодня да так у нас получилось а вы видите там пишут моей маме так но что я хочу вам сказать еще что по поводу да алиментов я вам разъяснила а я кстати да приложила вот эти сегодня задолженность она не появлялась даже это задолженность потому что а это этим занимается приставы задолженность появляется тогда когда пристав видит а так как у нас было все на работе не у нас да там с той стороны все на работе а сейчас скажу про депутатов поэтому приставы не в курсе и нету задолженности по поводу да депутатов у нас уже они подключены есть проявили инициативу помощь руку помощи нам протянули и я не знаю и адвокаты пишут много писем и звонков много приставов и депутат уже помогает поэтому возможно лед и тронулся потихоньку но так пока толкнули мы его посмотрим что дальше будет скоро в политику не знаю не знаю так наконец-то да и знаете что самое интересное что столько у нас вокруг да моей ситуации людей которые в этой теме не адвокаты уже юристы да журналисты и видите как все все равно тяжело и есть люди которые все-таки умудряются от закона убежать и на самом деле сколько вот таких же пап вот даже да Лена Жукова бегает по судам все она выкладывает с этими справками но это конечно тяжело тяжело когда ты можешь это время потратить на детей своих да вот по поводу последнего суда где общение троих детей у меня с с папой мы выиграли это дело но то что потрачено было денег на это все где-то 30 тысяч рублей то это уже издержки мы не можем забрать потому что там было такое это просто общение это там не выигрышное дело это просто порядок определение порядка общения детей с папой то есть здесь вот если там у нас есть адвокаты могут написать что вот здесь нету выигрышного дела поэтому эти алименты эти издержки мы не можем изъять ну вот как-то так да вот по поводу дальше ситуация с алиментами позорная ситуация с алиментами в России ну очень сложная и я предлагаю вам ну какие-то советы написать что можно сделать я вот тоже думаю что можно сделать чтобы не было такой ситуации и причем все думают и никто не может все-таки решить мне кажется даже в думе все думают думают хотя закон это принято хорошее да по поводу тех кто не платит алименты там у них и очень строгий строго все но чтобы сделать его не чтобы он платил алименты его сначала определить да алименчиком но это тоже сколько судов нужно так hello дальше что-то у вас только потому что сюда пришли наверное все доброжелатели и вопросов нет по поводу да там писали по поводу что я здесь живу в шоколаде и очень большие пособия я не знаю как в германии может быть побольше пособия ну может вот кто-то напишет кто у нас из германии но у нас пособия сто евро на ребенка сто десять евро на ребенка да это где-то девять тысяч рублей жду когда да да вот у нас пишет надо вносить изменения вот в исполнительное производство чтобы лишить родительских прав надо но я говорю это законы хорошо написано но как-то они тяжело выполняются очень сложно это надо верить побегать еще вот так что вот так вот и да за все за все вот это я потратила я вот за все пока суды потратила да около 200 тысяч рублей причем не знаю это издержки которые очень сложно потом будет забрать так так зачем суды нужны а потому что никто же не знал когда мы подали на вообще да можно было мне тоже писали что почему вы не решили все дружно я пыталась решить дружно можно было сделать у нотариуса подписать бумагу о том что он обязуется каждый месяц выплачивать определенную сумму все подписали бы и разошлись и никакого вот этого спектакля не было который уже тянется год больше года не знаю у нас уже больше года вот но как-то что-то пошло не так не захотела та сторона так легко прощаться со своими деньгами и видимо подумали что вот так будет интереснее устроим-ка мы на весь мир такое шоу и покажем кузькину мать ну я говорю вот видите так не получилось вот сто восемьдесят пять евро видите платят там это в какой-то стране но можно было дружно если просто подписали бы бумагу у нотариуса о том что он обязан выплачивать каждый месяц вот через суд или нотариуса а не захочет ничего не будет соблюдать а то же самое да если его подписалась бумага тоже можно не платить но видите как все как-то глупо сделано значит будем пытаться дальше почему он не выездной потому что мы говорим что спасибо мы говорим потому что не было раньше на сайте должников его в должниках потому что а в германии вот сто восемьдесят пять потому что чтобы попасть в должники должно быть это производство у приставов я уже скоро смотрите стану я на самом деле уже разбираюсь в законах каких-то я уже скоро могу юридическим языком начинаю говорить вы слышите да вот скоро да и психологом стану и юристом могу поговорить на любую тему да чтобы стать а так как у нас нету приставов этих производств которые они отдали на работу поэтому они не могут отследить платит он или не платит потому что может быть он платит напрямую мне ну они может так думают поэтому да и раз в три месяца обязан отчитаться перед приставами доказать что он регулярно отсылает деньги так что еще у нас кстати да начались 440 вот видите в бельгии 220 евро новые выплаты сколько денег в месяц в среднем уходит на еду и квартиру ну вот смотрите на самом деле все вот эти подачи на алименты была не просто так из головы вынута сумма были собраны все чеки за квартиру аренды квартиры коммунальные платежи секции а там по закону если дети в течение семьи сколько-то лет жили в одних условиях то есть да папа там женился уехал то по закону нельзя ухудшать уровень жизни детей вот и все было посчитано и разделено и получать где-то сколько но у нас получилось наверное 2200 2200 евро понятно что и поделилась пополам да это получается 1100 1100 вот но из этих 1100 он торговался на 500 который тоже не платит который еще хочет понизить до 300 евро вот представляете лампа светит 300 евро ну хотят платить 300 евро это получается где-то меньше 30000 рублей но сами понимаете да кто живет в россии даже я даже если бы жили в россии я не представляю как можно на эту сумму было бы выжить да книгу почитать советуют нельзя да ухудшать уровень жизни детей вообще никогда нельзя это правильно это правда потому что сейчас да я вот видели постоянно у нас дети куда-то что-то пытаются я их куда-то таскаю им повезло конечно что я такая мама не домоседка которая постоянно куда-то все сама не могу сидеть на одном месте я постоянно куда-то мне надо идти и у нас Аким тоже такой Анюта она сейчас стала больше с девочками вот там с подружками с одноклассниками но сегодня мы вытащили ее вчера вот мы вместе провели я очень люблю время когда можно детей всех собрать около 7000 меньше 100 евро вот видите пособие на детей да и поэтому очень такие вечера когда все дети сборе я очень там ценю люблю стараюсь тоже сфотографировать снять потому что собрать их очень тяжело ну мама так огненный стрелец вот видите мне говорят да-да я помню знала что будет такой вопрос он всегда таким был нет он таким не был раньше вообще по поводу да выпивал не выпивал нет я вообще против чтобы нет когда праздник да за столом можно вот это все при детях там есть компания но вот чтобы вот просто так каждый день и дети видят ну я мне это никогда не нравилось если там такого не было у нас потому что постоянно мы куда-то ездили ходили света дом 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 так у нас ценник тот еще в россии я думаю на самом деле мне кажется в россии цены мы если раньше говорили да что в россии там все дешево в европе все дорого нет мы когда приехали в россию мы посмотрели цены на яблоки на фрукты но еще вот этот сыр колбаса нет у нас здесь мне кажется даже дешевле чем в россии потому что в магазина вот эти сетевые огромный лидл хофер наверное кто да в европе знает вот эти сетевые сетевые большие магазины здесь очень смотрите у нас 663 надо 6 знаете чтобы 666 и сделать скрин сетевые магазины и там цены на мне кажется дешевле чем в россии поэтому кто говорит что переезжай в россию да мне очень многие же писали пишут зачем сидеть в европе переезжай в россию здесь все будет нет на самом деле в россии будет еще дороже просто я не знаю кто это пишет ну я думаю что в россии еще цена на дороже на секции на детей для детей одежда может здесь одежда очень экономно потому что здесь очень дешевая одежда итальянская причем хорошая не китайская у нас 678 да пропустили надо 666 делайте скрины ловите 666 отпишите кто-нибудь выйдите из эфира чтобы нам стало 666 сейчас все все выйдут сразу так у нас итальянский магазин на вот тренер приехала в копер а оттуда где будет работа да у нас тут уже все привыкли оттуда 10 километров до италии вот там она обувь акиму купила за 3 евро натуральные кожаные ботинки представляете 3 евро это получается меньше трехсот рублей причем кожаные они прям паф над кожей то есть какие-то там футболочки итальянское все итальянский магазин там за 2 евро 3 евро ну опять вот это такие вот цены и качественные очень хорошие вот вот там где аким сидел в новогодний это такой такой калаш новогодняя кофточка вот это и штаны такие красные это все там из итальянского магазина вроде если они не ошибаюсь как бизнес сейчас что-то очень мне стало мало я говорю после карантина никак не надо надо 999 после карантина как-то я говорю раскололась как-то жизнь до и после до карантина у меня конечно школа приносила здесь в Словении была популярна и в кафе мы рисовали очень много и с детьми и пленеры на улице ездили в другие города а после карантина все перешли на онлайн видимо может денег как-то не стало у родителей и дети немножко расслабились собирать было опять детей да когда организовывать очень стало сложнее детей вот я тоже своих сейчас если я говорю что я раньше была строгая мама и могла у меня все организовано было то сейчас после карантина стало сложно это все организовать как и еще и возраст у них такой стал что они лучше знают что им надо так добрый вечер не надо в россии да нет мы уже в россию не сможем я уже как-то мы когда переехали сюда в славению из россии кто наверное кто это проходил тот поймет нам было очень как-то дико что люди все улыбаются здороваются в лиц заходишь незнакомые может улыбнуться сказать добрый дан здороваются улыбаются и каждый раз на улице и несколько раз если каждый с этим же человеком встретишься несколько раз в день то обязательно здороваешься и потом мы тоже привыкли о есть 6 6 6 круто потом мы привыкли к этому всему вот это о и ну и это стало нормальным нам даже стало это нравиться что привет из Алтая что люди вот такие доброжелательные здороваются улыбаются а когда приехали в Россию летом как-то так стало не по себе что все какие-то такие ходят хмурые угрюмые ты идешь улыбаешься пытаясь с ними поздороваться они не понимают они смотрят ну и ты понимаешь что что-то не на одной волне как-то вы с ними да и вот это первый такой признак того что все таки как-то вот здесь повеселей народ вот привет из Сибири как там в Сибири снег есть все все наскринили 666 будет у нас потом будет у нас знаете тема для обсуждения да все заскринили в России люди выживают да еще у них там видите на самом деле из Тверской области ой я из Тверской области сама из Вышнего Лачка как дети спрашивают не они не спрашивают ну вот они они тоже они же все знают Аким кстати даже тоже говорит что папа с Макеевой живет и спокойно нет нас нету у нас нету табу на эту тему но мы и не разговариваем ну никому не интересно как бы смысл что-то обсуждать потому что уже мы живем давно сколько Акиму было 5 лет сейчас будет уже 7 лет а сами понимаете да 5-7 лет это ребенок это ладно там когда тебе 32 и 34 или там 50-52 то есть в том возрасте еще незаметно разница в 2 года а когда тебе ребенку 5 лет и 7 лет это тут уже даже да по уму уже ребенок совершенно другой так почему даже не платят да не знаю ну а пенсия же у них я же говорю я не касаюсь этой темы я даже по алиментам особо не не касаюсь вот так прям у меня нет такой потребности что вот и у меня война за алименты борьба за алименты нет но дело в том что когда ты уже проделал такой огромный путь сколько у нас заседаний было сколько мы времени потратили сколько денег да потратили поэтому ну уж раз такая так вот получается надо идти до конца потому что ну это надо поставить жирную такую точку вот чтобы все таки завершить это с алиментами а вот я говорю судебное заседание будет как минимум через месяц то есть не раньше чем через месяц тут уже да грех бросать конечно столько вложено сил нервов так российская прописка я даже не знаю да нас по-моему я не знаю вы тоже выписали детей из и меня из дома но я опять же я не держусь за эту прописку вот это же их квартира пусть делают что хотят есть да хорошо очень вкусно готовят у Кристины муж вчера вот курицу делала запекала очень вкусное а это деньги детей да да это деньги детей я согласна и причем сколько лет еще да Акиму надо и Саше и не знаю что и будет поэтому уж на самом деле как все было когда у них там что-то все начиналось было сказано что у детей будет все там у тебя будет машина будет няня помощница дети будут жить в шоколаде у тебя будет все вот но в итоге ничего нету ни у детей ни машины никакой помощницы поэтому еще и с долгами остались мы да вот хорошо у нас сейчас долгов нету как-то да и очень много спасибо большое помогает все-таки там на праздник когда-то вот и за рисование перечисляют деньги вот на адвокатов помогли тогда не на справки там надо было справки справки даже перевод справок очень дорогой это же надо все справки собрать они все на славянском потом их надо перевести и нотариально заверить так мне непонятно как опека дала добро на проживание Андрея Маслина ну дело в том что а что ему не дать то он во-первых большой уже ему 17 лет он сказал хочу с папой все так что вот поэтому что там да и дело в том что бороться за Андрея ну смысла нет он решил так пусть живет развивается вот вот может что-то и получится но только конечно не хотелось бы чтобы он стоял за кулисами и снимал звезд которые чего-то добились жизни я надеюсь у него что-то будет свое так давайте какие у вас еще вопросы ну значит с папой а света вон трое ну да у нас пока все хорошо вот что дети между собой не ругаются все наладится да сейчас праздники у нас сейчас каникулы я тоже думаю что ну я не думаю я уверена что Андрей еще вернется может не славяню но думаю все равно они с детьми как-то соединятся вот поэтому я даже не дергаюсь я как бы я уверена прямо на 200 процентов что это будет есть 720 там 723 кто там сидит ловит кого-то ловит значит смотрите у нас впереди будет еще эфир надо обязательно мне как-то сделать протестировать буду тестировать теперь буду слушать умных людей те которые меня практически замуж выдавались уже несколько дней с ютубом я говорю я все знаю я не первый раз замужем вот видите получилось как теперь я буду проверять заранее и как на личном фронте да нет вы знаете я пока вот прям не хочу себя с кем-то связывать потому что 777 потому что дело в том что во первых это опять же я ведь с ютубом себя связала видите у меня говорю несколько ночей не спала и теперь это это же как ребенок как еще грудной я уже говорила ребенок вот а вы говорите мне еще с кем-то связать попозже может когда-нибудь но сейчас я хочу все-таки развиться немножко чтобы не зависеть уже даже ни от чего ни от кого а потом уже смотреть мне надо какую-нибудь стабильность вот пока не знаю что домом с домом ответьте с домом пока ничего дом стоит не рухнул надо подавать на раздел имущества но пока чуть-чуть отдохнем от этих судов и начнем приступим дальше вы такая хорошенькая прелесть спасибо да не надо торопиться замужеством правильно нужно чуть-чуть потому что я же говорю мне даже некогда я тут постоянно то дети уборка готовка работа все равно рисование сейчас вот ютуб надо надо же снимать сегодня я снимала мы ходили на мультик вот надо смонтировать еще потом выложить так что я думаю пока не до этого вот так с корейской кстати магазин корейская косметика да тоже прямой эфир сделаем с корейской косметикой вот у нас уже видите сколько накопилось прямых эфирах но сначала надо вот все-таки с ютубом не отказываюсь я думаю с ютубом надо это замуж не напасть лишь бы замужем не пропасть точно это так да сегодня прочитала статью интересную стархит там психолог какой-то разбирал ну нашу ситуацию и сказала где-то там сказал что вот я хочу вернуть с Ромой вообще не конечно это такого нету даже близко так да поздравляю я вас поздравляю с наступающим праздниками в Париж в Саке я вам хочу тоже еще слетать зачем замужиться просто дружба ну да вот это можно а Нью-Йорк когда ну у меня же визы нету надо на визу надо подать посмотрим дадут не дадут так лазурный берег кстати лазурный берег мы перенесем попозже потому что сейчас видите те кто хотел поехать сейчас карантин опять вели локдауны где-то и мы с января мы чуть-чуть его сдвинем Рома уже давно никому не нужен верните льва в кадр так вот уроки рисования выкладывайте на ютуб да 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 я и буду вести уроки рисования там но сделаю отдельно папочку плейлист да там по-моему называется и туда буду свои рисования уроки складывать мне надо сейчас вот с Дианой спешусь обязательно надо мне чтобы она мне провела инструктаж кажется не так все и легко как оказалось на раздел дома надо видите там тоже все сложно потому что у детей доля а здесь они совершенно летние и короче очень все там так запутано вот а еще кстати да мне обязательно надо мне как-то сохранить этот эфир будет но если не выложу туда останется здесь какие еще вопросы что еще я тут записала немножко так да про корейскую косметику я сказала что мы сделаем прямой эфир с адвокатами мы поговорим сделаем прямой эфир что еще книгу буду писать попозже потому что там а то та сторона переживает и нервничает что я наобещала и ничего не делаю вот поэтому надо обязательно книгу писать бегать нет не надо быстро бегать я сама быстро не бегаю астрология да вот можно тоже как начать бегать нужно просто знаете как начать бегать нужно просто выйти вот у меня же тоже такое часто бывает вы думаете я постоянно прям хочу бегать нужно просто одеться и выйти на улицу в кроссовках и бежать так же и с детьми про бег да мы поговорим так же и с детьми когда сидишь надо погулять с Дианой ой с Дианой я просто увидела Диану там это слово надо погулять с детьми и лень да нужно просто выйти выходишь на улицу и начинаешь гулять и думаешь хорошо что я вышел на улицу я думаю это у вас такое часто бывает что сидишь-сидишь стоит лень выходить стоит выйти и думаешь как классно что я вышел а еще если начинает сразу солнышко светить я зимой я не люблю бегать зимой но я вот хожу в тренажерный зал и там на беговой дорожке на у меня сауну в сауну плаваю да где я время нахожу кажется ну можно найти вот как 17 лет прожить это не один день да на самом деле но оно проходит и на самом деле когда после развода даже я думаю психолог не поможет это не волшебник когда говорят никакой не поможет даже когда когда говорят это сразу иди в магазин преобразись иди сделай прическу и жизнь наладится или начни ходить к психологу нет вообще это все неправда это все временный такой эффект сделаешь прическу придешь дома порадуешься ляжешь спать и тебя накроют поэтому время всему время нужно время ну да я сейчас работа конечно и рисование и онлайн рисование русский язык хожу тут тоже все равно рисование какое-то вот так что так поэтому я к чему говорю то про время что время лечит и это то что сейчас да вы там написали просто что 18 лет это не один день ну потом проходит я начну если что-то вспоминается вам вспоминается что-то хорошее мы никогда не вспоминаем что-то плохое да потому что все таки это же была жизнь семейная да когда все вместе куда-то ездили ходили вот фотографии же остались видео всякие остались это же не стерто и не похоронено это было и это было хорошее время вам на ютубе можно не только уроки рисования давать но и давать советы по воспитанию детей и побегу да я говорю можно тематически такие делать эфиры потому что кому-то не нравится рисовать и будет заходить только тот кому нравится рисовать да кому-то хочется поговорить про разводы про алименты так нет я ни с кем не общаюсь с той стороны конечно же все за все в это в черных списках все жизнь с чистого листа так да про время это точно так легко сойти с ума я обещала показать как играешь на гитаре гитара то и летела в россию вместе с андреем так что так да не психолог не смен но на самом деле нельзя оставаться одной дома конечно нужно обязательно вот ходить можно с палками по лесу гулять прям ну только быстро движение очень помогает вообще выживать именно во время в процессе движения человек начинает сразу как-то думать отвлекаться да отвлекаться ему начинает поступать хорошие мысли идеи очень много идей у меня во время бега возникает они приходят сами и ты начинаешь думать анализировать придумывать как это сделать но бегать видите не все любят быстрый шаг ходьба быстрая ходьба но лучше одному не с подружкой а то а то знаете с подружкой там такого напридумываешь что потом будешь себя оправдывать одной лучше ходить всегда и быстро и да и потом как раз будет физическая нагрузка хорошо помогает да от плохих мыслей да и причем подкидывает хорошие идеи такие мысли но надо что-то делать быстро согласна с вами да и одной еще раз говорю а то с подружкой можно там напридумывать такое себе что домой потом не вернешься так зимой на прогулку да у нас зима видите вон плюс 10 мы саша на велосипеде каждый день сейчас катается по многу с другом у нас очень так хорошая такая зима но снег сейчас снег растаял но в горах есть то есть отъедешь 100 может поменьше километров и у нас горнолыжный курорт ведь в Словении очень хороший считается вон конечно там нет таких трасс черных да которые любят кто у нас такие экстремалы экстремальных трасс я думаю нету но приятно такое среднюю трассы но цена я думаю дешевле чем той же во Франции в Италии поэтому очень многие едут к нам сюда в Словению вот с подругой проведите эфир с подругой да она же диетолог можно и с ней да она кстати еще да ходила в Тодос Кристина она занимается танцами она диетолог она фитнес инструктор она ведет акваэробику фитнес танцы она мастер на все руки так все это мне кажется у вас характер вдохновите многих да ну потому что я видите на месте не могу сидеть не люблю сидеть и не могу мне надо взять ну куда-то вот и поэтому дети дети у нас они раньше сейчас они поспокойнее стали раньше они боялись всегда когда мама утром проснется ну то есть я и они они прятались и думали что лишь бы мама ничего никуда не придумывала куда нас можно потащить но спустя время я все равно что-то придумывала и мы просто давала им десять минут на сборы и мы куда-то постоянно ходили или ездили с Андреем нет сейчас не общаюсь ну я говорю я отдала время так всем ну это время просто пройдет я думаю не слушаюсь психологов психологов психолога можно слушать но не сразу нет можно и сразу слушать но не поможет вообще психологам вот мне очень нравится мне вот знаете да у нас же с Костей тоже был эфир прямой вот по поводу лжи я помню ну нет эфир то был не по поводу лжи это потом я с ним разговаривала меня очень часто постоянно всегда верный выводила ложь вот почему я так реагирую вот на эти все выпады с той стороны потому что я ненавижу ложь меня начинает это просто выводить из себя и мне хочется сразу что-то кому-то доказать и пока вот это и он сказал что пока ты будешь вот так реагировать на ложь тебя будет преследовать постоянно это ложь и я так думаю ну попробую как-то поспокойнее вообще не реагировать и да вот чем больше вы вот это не реагируете на что-то что вас выводят это постепенно просто уходит из вашей жизни или как-то научиться правильно реагировать поэтому я даже на вот на ложь я не реагирую но потом доказываю фактами что все-таки это была ложь когда появляются те у меня факты так дверь привет в Калифорния проснулась вот у нас с ютубом небольшой обломчик так да ты наверное ждала ждала на ютубе да в Калифорнии видите по-моему сколько сейчас 9 утра наверное у нас с Америкой разница большая так ну нормально вроде был да по-моему сейчас не знаю я как с кем вы сравниваете так такую семью прокормить столько готовить я борщ люблю варить потом расскажу что с ютубом там за 24 часа нужно регистрировать как-то а мы ж не про не протестировали хотя говорили мне я люблю варить борщ у меня дети любят оливье это уже как минимум на 2 дня борщ можно 3 дня да есть пельмени покупаю в русском магазине вареники они любят плов в мультиварке готовлю а тоже там на 2-3 дня ну не на 3 на 2 все в основном на 2 дня готовлю на 3 нет только борщ если только и то вот куриный с вермишелью они любят сейчас у нас сварен что еще бургеры делают они сами так так какая же вы умничка спасибо спасибо вот если бы вам сейчас 18 лет что бы вы себе сказали да нет наверное бы на самом деле мне я не жалею мне нравится это как все проходит моя жизнь потому что ну случилось тогда случилось значит так должно было случиться мне кстати написала одна не одна мне очень многие пишут женщина и говорит говорят это ну там света вот у меня был развод так когда-то я так все сложно пережила вот если бы вы на тот момент вы были бы вот ну были бы да в поле зрения мне бы так легче стало я бы уже бы так не не убивалась я бы смотрела бы на вас и брала бы с вас примеры очень-очень много таких пишут так что видите значит нужно был нужен этот был развод наверное для всех да кому-то пригодится а сейчас нет сейчас я спокойно конечно прошло же все уже вот и благодаря вам да спасибо большое вы же сколько поддерживали поддерживаете для меня и поддерживаете и писали и пишут кстати знаете что и самое интересное что люди продолжают сейчас писать до сих пор причем что они пишут ой там Светлана только сегодня посмотрела три передачи ну там я не знаю три какие там передачи и я как бы раньше не смотрела и только сегодня впервые узнала о вас представляете сколько прошло времени это не одна пишет это многие пишут и из Китая кто-то писал то есть люди только сейчас начинают смотреть эти передачи и вот они только да мы уже тут такую жизнь прожили с вами вместе причем сколько уже времени прошло и мы все вместе 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 сколько уже мы идет борьба и сколько там вот этих с той стороны да было этих бомбило и сколько мы это же все вместе мы проходили а некоторые люди только сейчас узнают от этой истории это очень так интересно а кто-то пишет наоборот что вот тоже смешно что Светлана я опять второй раз пересмотрела ну прошло время тогда да и говорит я опять снова посмотрела эти все передачи ой лучше бы я не смотрела опять расплакалась опять люди как Санта-Барбара уже знаете идет такой кстати я я тоже же уже так не не реагирую не смотрю я тоже как бы зритель уже вот что-то слушаю мне показывать смотрю и также уже не реагирую да вот поэтому вместе мы такой идем дорогой просто привет из Нью-Йорка вот видите подтягивается Калифорния Нью-Йорк Америка просыпается они же после Рождества после праздников у них же там они по гостям ходят все ночи Санкт-Петербург вот я не знаю вы про Рому ничего не спрашивайте я с ним не общаюсь работает не работает это уже я же не имею отношения к нему уже такого никакого так что тут тоже я не знаю изменял не знаю розу да когда мне присылают вот говорю посмотрите для поднятия настроения так как не крути виноват в разводе тут вопрос не в том да развод развод разводов тысячу у нас сколько больше вопрос в том как происходит все произошло вот в чем вопрос-то колонна пусть все будет хорошо телевизор нет не смотрим так знаете у нас осталось две минуты тут оказывается эфир видите по времени тут час а вот почему оно не сохранялось тогда вылетало потому что час эфира но смотрите сейчас у нас осталось полторы минуты а следующий раз протестирую я обязательно спасибо вам за эфир что вы все таки перекинулись сюда в ютубе ждали ждали ну ладно в следующий раз подготовимся вроде все что хотела сказала поблагодарила все вместе мы дальше идем и будем наблюдать что будет дальше дальше будет столько лучше да двадцать двадцать два надо вот хоть у нумерологов спросить есть у нас нумерологи двадцать двадцать два что за цифры нет я же говорю мы сейчас не общаемся да всем хороших каникул у нас уже каникулы хороших вам каникул я думаю мы еще встретимся вот сейчас я попробую сохранить эфир здесь не знаю как там ну буду как-то перекидывать оттуда сюда как-то будем перепрыгивать раз уж не сохранился и сделаем еще эфиры я в каждом эфире буду рассказывать какие-то новости поэтому всем спасибо за поддержку за спасибо за поддержку моего канала давайте дальше его будем поддерживать и продвигать все вместе мы прорвемся да и добьем все таки эти алименты все давайте всем хороших каникул увидимся давайте ваша света